ну что друзья приветствую вас из морозной и солнечной якутии я в якутске у нас новое приключение смотрите будет интересно немножко потеплело сейчас всего минус 30 хотя буквально несколько дней назад здесь давил полтинник вообще ребята местные сказали что давно не такой холодной зимы как в этом году но у нас все еще впереди погнали начало самое интересное нужно упаковать пихнуть непихуемое народу много нас для нас человек соответственно очень много вещей барахла продуктов сейчас все это нужно разложить разложить утро 20 февраля мы в якутске и сегодня у нас там туру стартует новая экспедиция отправляемся мы на этих двух бурлаках едем мы по относительно новому маршруту из якутска напрямую на север батагай алыта батагай верхоянск и обратно задача этой экспедиции прокатать новый маршрут для того чтобы в будущем освоить его сделать из него ну конечно не круглогодично за ну продлить срок эксплуатации этого зимника второе отрабатываем новые типы радиосвязи как волновая связь вот видите вот на этом бурлаке сверху стоят такие интересные антенны будет интересно у нас впереди 10 дней зимнего маршрута посмотрите оставайтесь с нами друзья знакомьтесь артем петров мастер испытательного участка компании вездеходы бурлака я занимаюсь вездеходами бурлак с 2020 года с конца двадцатого года собственно в тот момент когда было организовано производство в городе кургане техника класса x tv то из экстрим керамбикал что означает техника ультра повышенной проходимости еще расскажи какие у нас приключения запланированы какие поломки стоят программе на самом деле очень надеемся что поломок не будет совсем техника достаточно надежная она предназначена для таких условий и поставим ей высшую оценку если она дойдет без поломок или это поломки будут связаны с например там где-то болт и гаечка какая-то крутилась не критично это влияющая на проходимость не влияющая на динамику вообще мелкие 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 недостатки которые конечно же мы в будущем учтем на производстве и такого же это исправим в общем ребят мы это запомнили что в программе ничего не запланировано но если что-то произойдет я сейчас это вставлю нами экспедиции роман лысенко представители и гуцкого спасотряда наша цель как спасатели это обеспечение безопасности в ходе экспедиции то есть если какие-то не дай бог чрезвычайные ситуации мы должны отреагировать в уровне ну и как запасные водители мы ведем все спасатели подготовлены к этой технике ведем к водителям а уже знаком с бурлаками за два года назад нам приходил на испытание бурлак и мы почти полгода здесь на нем катались также выполняли работы по оказанию помощи на зимниках водителя а зимний по которому мы едем ты знаком с ним бывал там да я проходил этот маршрут но не на вездеходах а на камаз в принципе про проходим этот маршрут там есть какая-то технологическая дорога там есть до зимний как бы набиты потому что там приезд кандыбал есть и туда в общем-то груза все время возятся как бы но дорога сложная потому что идет по ценам по речкам на леди не могу проваливаться машину для такой техники думаю это не проблема бы какие-то приключения запланированы или не надеюсь что нет но я думаю пойдемте без приключения тут есть и хорошие приключения супер спасибо едем якуты в этом плане очень такие движниковые и дружные ребята и всегда на всей экспедиции приходит много народу провожать вот в эту красоту вы смотрите пришло много местных жителей ну кто-то просто посмотреть кто-то попрощаться проводить нас в дорогу прикольно сейчас заправка техники и уезжаем запас топлива на каждом бурлаке моему по моему 700 литров плюс еще здесь при цепи две бочки здесь четыре бака получается сзади между колесами один с правой стороны слева зеркально плюс хвосте здесь сбоку один там 2 вот 2 и основной бак под водительским сиденьем стоит вот здесь вот он на круг примерно 700 литров неудобно то что они с разных сторон горловины соответственно заправляться сначала с одной стороны потом с другой надо приезжать это как бы немножко неудобство а так в целом все функционирует второй бурлак грузопассажирский здесь в задней части у него холостой грузовой отсек видите здесь много продуктов много вещей плюс попутно продукты доставляются в них это да это папу попутно доставляется там в несколько поселков так сказать помощь социальная помощь монетарная помощь как назвать социальной помощи мы это все доставим по дороге от разгрузится тут конечно будет посвободнее тут картошечка еще есть у нас плюс в нашем тоже стоят коробки хотя у нас 2 бурлак вот тут в нем я поселился пока по крайней мере там сзади пассажирский отсек принципиально этот блок отличается от того только лишь модификации груза пассажирский то модификация у нас экспедиционный агрегат на технические это абсолютно две одинаковые машины но у них в каждого не каждый выполняет свою задачу то есть если эта машина эта машина больше грузовая до ее задачу по перевозке грузов то там машина больше для перевозки людей и для жизнедеятельности где там например больше людей можно будет разместить на ночевку ему гораздо комфортнее спать есть все все удобства в той машине для того чтобы можно было там посмотреть телевизор победим коробки на этом а у нас здесь мы здесь как такое средство для перевозки грузов то есть чисто коммерции магазинская но это сейчас уже не это сейчас это не коммерция но в общем мы машина сопровождением для вас грузоподъемность данной машины получается максим полная масса симптом мы можем перевозить до трех тонн полезного груза вот на данном автомобиле 4 4 тонны своя масса плюс 3 тонн там 4 200 получается плюс до 3 тонн дополнительного груза у нас еще дополнительно прицеп на этой машине зацеплен это еще порядка пара тонн дополнительного груза которым мы можем перевозить помимо то что может перевозить на машина получается правый борт 2 бака 300 литров левый борт 2 бака 300 а водительский который основной 8 для ровного чем я понял ну 300 300 и 8 680 литров 680 точно но еще плюс там где-то может что-то завалялось выехали из якутска и идем строго на север здесь пока еще немножко есть дороги асфальтированной вот до поселка нам цех а дальше будем уходить на лену кажется такой маршрут здесь все связи уже практически нету за город мы выехали днем кстати относительно тепло солнышко выходит и прям хорошо награду 25 29 плюс минус ну тепло сейчас только солнце сядет будет вечерок и резко похолодает прям моментально юра устанавливает антенны этот как раз для коротковолновой связи которые будем тестировать точнее уже ребята тестируют ее сложный сложный процесс надо настроить все сейчас у него самый дикий развод до батамая нам осталось километров наверно 20-30 по прямой здесь прям практически перед выездом на зимник да здесь вот уже дорога заканчивается хорошая ну так сказать асфальт круглогодичная и дальше все зимник то есть дальше переправа через реку здесь мы остановили здесь вот есть кафешка такая местная ребята сделали но перекусили можно поужинать я не знаю какой правда график работы но я думаю работа это не целый день можно поужинать и двигаться дальше тупо физкульт вверх ну что гонщики отстаёте угнали вперёд да такой существенный минус я обратил внимание под охрипье из-за того что в машине очень шумно когда быстро едет машина на большой скорости будет раздатка будет кардан здесь шумно и я даже в какой-то момент немножко хрип поэтому если будете брать такой аппарат себе бурлак то обязательно делать шумоизоляцию крайней мере в это вот эту часть мотор на отсек переднюю часть обязательно хорошо прошуметь три слоя прям не помешает остановиться ночевку раз будем укладываться за бортом минус 32 градуса потеплело привет здесь полема втроем и задней 4 человек это 8 человек сейчас выдвигаемся дальше ночью так и наверно ближе к 40 было сейчас прям потеплело ну по ощущениям это там минус 25 на плюс немножко туда-сюда чувствуется такая весенняя уже весенняя погода конец февраля чего нас сегодня 20 21 февраля опять трястись и все хорошо но блин в этом коробке конечно мотыляет жестко водитель хотя бы за руль держится пассажирам сложновато все нормально А что это проходит? Вышли на реку, здесь зимник идет по реке, из-за сильных морозов очень много наледей, вообще, в принципе, много открытой воды, особенность в Якутии, из-за сильных холодов, из-за больших рек, здесь постоянно наледей, постоянно, это прям такая вот, так сказать, особенность Якутии, да, нигде больше такое не встречал, именно только в Якутии, очень много вскрывшихся рек зимой, очень много машин проваливается, умерзает много, здесь такая вот фишечка в Якутии. Пару недель назад, и вчера мы были в последнем кафе дорожном, там нас перехватили, попросили открыть почту, газеты там, которые должны ехать себя в первую очередь, забрать. Сейчас мы доставим, да? Да, там самая свежая почта. Всего двухнедельная. Коротко о происходящем. В общем, машина сломалась пару недель назад, везла почту в поселок, в который мы направляемся, и попросили нас эту почту, эти вещи забрать и докинуть в этот поселок. Соответственно, сейчас мы перегружаем из этого, что это, егерь, да, егерь, газончик, перегружаем в кузов, в тележку и везем, по пути выгружаем. Такая вот почтовая служба из бурлаков. Ты там метеостанции слухал? Нет, я сделал долину, вот сейчас с долины разговариваем, поэтому подключать дальше антенну у меня нет, только на долину настроение конкретно. Я понял. Я бы у вас запланировал, как бы, длительные стоянки, чтобы на дворцах типа пробовать прям. Ну, возможно, сегодня вечером. В Сибенпеле. Вот. Там ночевать будете, да? Да, будем ночевать. Состоялся успешный сеанс связи. Работали на радиостанции диапазона КВ. Я сам вообще впервые с такими радиостанциями столкнулся. По факту сейчас 350 километров по прямой до Якутска. Ну, контакт вы слышали. Связь была хорошая, слышимость в оба края нормальная. То есть даже выходили на связь из дальних улусов, издалека. Тоже, в принципе, слышно. Так что, вот, имейте в виду, КВ-связь, прям такая тема. Раньше, в Советском Союзе, так сказать, до интернетовскую эпоху, вся радиосвязь была именно дальняя радиосвязь в формате КВ. Потом как-то ее подзабыли. Перешли все на ОКВ, ВИЧФ. И сейчас, вот, видимо, опять будем возвращаться на КВ-связь. По крайней мере, в местах, где нет интернет-покрытия. Видите, да, у нас на крыше антенны стоят. Поэтому аккуратненько нужно отъехать, чтобы их не оторвать. Антенны такие своеобразные. Выним я покажу на улице. А впереди много кустов. Еще один остался, давай. А, все, прошел. Здесь, рядом с рекой, ребята-спасатели поставили избушку. Дело в том, что вот в этом месте, опять же, со слов спасателей, в этом месте очень много проваливалось машин, очень много тонуло людей-водителей. И они вот эту избушку здесь поставили, чтобы, ну, была водителем, которые, ну, во-первых, которые спасутся, да, чтобы они могли как-то переждать, там, дождаться помощи. Ну, во-вторых, если сами спасатели сюда выезжают на поиски, чтобы им тоже была возможность, где, ну, или там, там, переночевать, там, приготовить, обогреться. Как-то, как-то между рабочими моментами отдохнуть. И они поставили вот эту вот по избушку. Называется он спасательный пункт Надежда. Такое громкое название. Сюда может, в принципе, любой путник зайти, остановиться. В общем, ходил специально за фонариком, чтобы вам показать, как здесь избушечка выглядит внутри. Буржуйка, стена, угол обит железом. Для безопасности, чтобы не перегрелась, не, чтобы она не сгорела. Окошко закрыто пленкой. С той стороны двойная пленка. Сама изба рубленая и тесаная. Тесанный брус. Здесь нары. Раз, два, три. То есть, ну, прям, может, раз, два, три. Ну, человек, короче, много здесь. Человек, там, шесть, семь запросто вообще влезут. Вот нары. Здесь стол, табуретка. Здесь такой вот уголок. Под всякие банки, склянки. Газ стоит обязательно. Пенечки. Немножко дров, чтобы можно было растопить печку. Растопка сухая. Здесь вот на улице тоже дрова лежат. В общем, такая хорошая избушечка. Дверь закрывается какой-то площадницей, чтобы не продувало. Вот это под вещи, чтобы можно повесить, туда пошурю, посушить. В общем, сделано грамотно. Такой самый минимум необходимого. Дрова, кстати, есть даже вот на улице лежит. Визанка дров. Ну, и вообще, здесь можно спокойно наломать сушняка. Либо там спилить какую-то сосенку, если вдруг сильно-сильно надо. Благо дерева. Деревьев здесь много. Деревьев здесь много. У КАМАЗов после наледей примерзают колеса-колотки. Там приходится ребятам внизу отбивать все это дело. Даже паяльно-лампы греет. Двигаемся потихоньку. Осталось примерно 40 километров до поселка Себень-Куль. Двигаемся медленно, потому что, ну, дорога не очень ровная. Подтряхивают, периодически наледи появляются. Поэтому едем примерно там 15 километров в час. Там есть 15. Вот, соответственно, ехать еще нам часа 4. Вот. Ну, едем все нормально. С техникой все в порядке. Все хорошо. Единственное, вот на нашем бурлаке спускает среднее левое колесо. Видимо, где-то по ободу спускает. Скорее всего, где-то, может быть, лед попал намерз. Не знаю. Ну, как бы не критично. Так, периодически подкачиваемся. Ехать можно. Дорога неплохая, зимник неплохой достаточно. Машин много здесь ходят. Зимник, в принципе, чистят, накатывают. Вот, чтобы вы понимали, смотрите. Здесь понятно, что как бы выйдут, да? Но все равно вот. Хороший, вычищенный зимничек. Ну, так свежо стало, кстати, уже за 30. Здесь половина. Доехала, лежа. Вот так надо ехать. Причем спали. После свадка. Нормально. Вчера мы выехали в 15 часов в Сикутске. Так, приехали мы в поселок Себян-Куль в администрацию. И сейчас выгружаем здесь груз, который попросили привезти. Груза достаточно много. Продукты, вещи. Плюс то, что было в машине, в газончике по дороге, который мы перегружали. До детского сада привезли кучу фруктов. Яблоки, мандаринки, картошка. Все это пришло, приехало. Свежее, все целое. Ничего не помялось, не померзло, как это обычно бывает, когда везут на грузовиках. Вот для таких вещей бурлак, конечно, отлично подходит. Считай, это на самом деле очень мало. Можно было загрузить туда, там, на целый поселок. Коротенькое интервью, друзья, здесь, в поселке. Расскажите, чем занимается ваш поселок? Чем вы тут живете? Ну, поселок наш издавна оленеводческий. У нас здесь есть 5 оленеводческих стад, 9 общин. И общая численность линий поголовьев сейчас насчитывает 7 тысяч всего. А в советское время оно было около 23 тысяч. Ну, 7 тысяч все равно много. Для нас это мало, да. Мы работаем на то, чтобы увеличить поголовьев. Как у вас вообще здесь осуществляется доставка? Ну, вот мы вам привезли, да, попросили, мы немножко вам грузы доставили. А вот если бы мы не поехали, как бы у вас тут все это привезлось сюда? Поселок находится в очень труднодоступном месте. И наша дорога относится ко второй по сложности в Якутии. Зимник. Летом мы перевозим грузы преимущественно воздушным путем, только одним воздушным летом. А по реке не доставляете? Нет, у нас реки нету. Летом, значит, с мая по ноябрь, конечно, я говоря, только воздушным путем. А земник у нас работает всего-то 2,5 месяца. И за 2 месяца вам нужно успеть завести на целый год? Да, мы будем перевезти все материалы, стройматериалы и так далее. У нас как бы бесперебойное, но летом заканчивается все свежее. Вот яблоки, молочка. Ну, молочку мы очень редко кушаем, например. А, хорошо, а грузы, а людей как? Как люди сюда? А людей мы перевозим через полярные авиалинии. А, вот здесь аэродром есть? Да, нашли авиаплощадка. И в месяц где-то 2 рейса делают вертолет. Вертолет только? Вертолет. Летом, если нету загрузки, то может самолет Ан-3 прилететь. В месяц 2 раза. Билет стоит где-то 10-400. Это в Якутск? Прямо отсюда, да. А туда-обратно? Туда-обратно, вот, 20 тысяч. А, 20 тысяч. Ну, это такая существенная сумма. Это дотационные билеты. Ага. Ну, это государство помогает оплачивать. Ну, это же какое-то количество раз, правильно? Это же не может летать там, каждый месяц, каждую неделю, да, Катя? Ну, вынуждены сидеть, да, и ждать. Погода и денег, как бы. Пенсия доставляется один раз в месяц, десяток числа. От пенсии до пенсии. Почта, соответственно, тоже раз в месяц, да? Да. А сколько народу живет в поселке? Ну, по последним посчетам 725 человек было. Из них 43 студента в городе сейчас они. На лето приезжают? На лето приезжают. Да, и то там сейчас, как бы, нет мест. Потому что все по нормативу они работают. Что кто-то оленей, значит, должно быть что-то для него. И так далее. А скажите, а чего вот вам не хватает в поселке, вот чтобы вот в первую очередь вы хотели здесь? Интернет. Интернета нет, да? Да. Интернет, вездеход, как у вас. Да, вездеход вообще считает, что в каждом поселке обязательно должен быть хотя бы один вездеход. То есть на администрацию, чтобы выполнять какие-то нужды. Ну вот мы говорим, мы второй по труднодоступности район как бы нашли. То есть и нам очень необходимо вот завести свой вездеход, интернет и приравняться к арктическому области. А вы не относитесь к арктическому? А почему? Потому что мы в Кабайском улусе живем. И никогда не относились? Это в центральной Якутии. А раньше, если обратиться к истории, в начале 20 века мы относились к намскому улусу. Потом нас передали, вот сейчас нынешний, Эвеноботантайский, я раньше назывался Сокирирский. Потом нас передали в Кабайский улус в 61 году. А если вас признают, присоединят к арктической зоне, на что это повлияет? У нас как бы и зарплата выше станет, какие-то льготы появятся, которые... То есть это не просто название, да? То есть это что-то за собой еще несет? Да. Социально-экономическое развитие будет лучше. Угу. Как бы. Ну сейчас мы живем в таких условиях, вы сами видите. Да, условия жесткие. Ну что, друзья, пожелаем этому поселку. Вдруг кто-нибудь увидит, услышит это видео и присоединят вас к арктической зоне. Да. Будет очень здорово. Да. Спасибо, что смотрите. Угу. Спасибо. До свидания. Мы с бочкой же можем перелить, да? И качать? Ну, сейчас. Ну, бочкой где-то засливаем, и все поставим. Нет, подождите. А вот обратно, как мы пройдем. Я же про это спрашиваю. Ну, про то, что... Вот где заправляются бочки. Это мы где потом наполним. Ну, скажи, ты в курсе? В курсе чего? Что-то узнали, дорога есть? Ну, там... Переводили. 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 В другую сторону делать. Я забыл название поселков. Какими были переланги? Нет, вот я сейчас не скажу. Да. Проводник с тебя, конечно, так себе. У меня вообще не ориентировался. Куда ехать? Куда поверут? Серафим, вот расскажи, куда мы едем в итоге? Мы едем сейчас в Ан-Дебал. Потом с Ан-Дебала через Аркачану рядку мы поедем на реку... Ну, здесь не видно. Ну, вот у вас, у тебя есть. Торный сон. Да, тут реки не видно. Ну, по реке пойдем тоже, да? Да, по реке вот так. Аркачан пойдем. Проверь, проедет. На Дугалах. Потом через Дугалах мы доедем до сюда. А здесь еще какие-то жилые поселки есть, да? Нет. Нету? А, нет. Последний это вот Ан-Дебал, да, жилой поселок? Да, мы его один это будет. Там этот, ну, Фриск. Ну, вот задача доехать до Суар-Удаха. Проложить маршрут, потому что сейчас туда ездят вокруг Черного Батагай. Делают петлю. То есть мы хотим пройти туда напрямую. Там морозно. Не посмотрел, сколько градусов, но по ощущениям где-то там за тридцаточку. Еще плюс ветерок. Смотрите, как красиво расположен поселок вокруг горы. Видите, да? Такой, как он в распадике получается. Прямо со всех сторон горки. Здесь сам поселочек администрация такая небольшая. Поселок маленький, да, 700 человек. Соответственно, тут все очень компактно. Очень все так кулуарно, по-домашнему. Все, мы разгрузились. Бурлаки заправили. Из бочек прицеп сейчас пустой. Будет катиться там, бочки пустые. Все, сейчас будем двигаться дальше. Ну, по маршруту я сказал уже. Будем прокладывать новый маршрут, которого нет. Сейчас будет самое интересное. Из минусов, конечно, высоковатая машинка. Еще надо одну ступеньку. Третью. Тогда будет туда вообще кайфово залазить. То есть, кто небольшим ростом, тем, конечно, так. Напряжно. Ну, мне, в принципе, хватает. Одна нога правая ставлю, левой рукой за ручку. Это я тоже. Сейчас только не трогай тебя. Что, получилось полетать? Не летал? Летал. Престала? О, супер. Я у тебя кадра перехвачу. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Не ошибемся? Нет, не ошибемся. Да, что тут напрямую. Сможешь восключить, посмотреть этот пулер? Если через 100 километров будет изглужка, значит, ошиблись. Пришел к ребятам во второй экипаж. В грузопассажирский. Разгрузили, поэтому тут свободно сейчас. Хоть танцуй. Субтитры сделал DimaTorzok. Санкт-Петербург. Сардах. Сардах. Сардах? Да, да. Ну, хотим дорогу туда пробить. А что, серьезное что-то сломалось? Три редуктора. Три редуктора. Три редуктора. Ты все? Держи, держи. Все. Давайте. Счастливо. Счастливо. А это что за перевал? Перевал, да. Перевал вообще не верно? Вообще не верно, да. Верхоянские хребты. А сейчас на верхней его точке. Только получается чуть западнее от Верхоянска. Красота нереальная. Сейчас попробуем коптер поднять. Главное, чтобы он здесь летал. Бурлака сильно проваливается после дам. В отличие от того, что ты уже из ухода Камаза. Нет, вы понимаете? Есть на каком канале, наверное, все работают на 9-ом? 9-ом. Секуты на 9-ом. Местность очень похожая. Ну, это фактически тот же самый Верхоянский хребет. Я заходил на Потагай с правой стороны, там, с Тополинова. Вот прям один в один. Такие же сопки, такие же редколесьи. И дорога точно так же идет через лес. То есть, если вот как бы не знать, где ты едешь, можно даже перепутать. Я думаю, ты начнешь рассказывать, что местность очень похожа на начало Языбинской Рим. Как раздобыть пресную воду по севере? А все просто. Находим большую кучку льда и просто ее нарубаем. А лома тоже никакого нет? Или монтажки? Да есть. Не цепится. Дольше их не цепляется. Интеркулер открывается, да, чтобы машинка не перегревалась. И сам двигатель тоже, потому что идем достаточно быстро. Погода теплая относительно. Чтобы не грелось, все это дело открывается. Закрывается тоже все из салона. Подвеска, кстати, здесь независимая. На всех четырех колесах подвеска независимая. То есть, это не мостовые машины. Здесь, видите, тоже задняя часть. Сзади тоже, кстати, открывается. Чтобы полностью продувало мосты. Двигатель. Хорошо, что все вегенивается. Погнали. Нам сильно царапать нельзя. У нас же машина на продажу. Не бить, не бить. Приятного аппетита. Не бить. Не бить. Не бить. Не бить. Нет. на якутских реках лед очень крепкий такие морозы стоят промерзает там больше метра но в то же самое время смотрите очень много наледей опять же из-за морозов видите вдалеке дымка парит над рекой это все наледи прямо 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 между вот это горками в распадке по реке долго ехать его в отец стоят нормально а Прикольный тепловизор, крестовина первая, разбила, я закрываю люк там, хорошо что вовремя остановились, еще маленькая, я бы разворачивала, но не выкидывай, я себе на свою машину поставлю. Готово. Готовимся ко сну. У нас опять весь экипаж, здесь спит 7 человек. Напоминаю, вот 4 нары, точнее 4 койки и вот здесь еще раз, два, три. Поехали. Продолжение следует. Продолжение следует.